так итак мы в эфире студии донецк life андрей владимирович прудских у нас в гостях здравствуйте здравствуйте будем собственно как обычно обсуждать порядок моментарной помощи населению донбасса и в общем то о чем в прошлый на прошлой неделе не договорили все должно быть раскрыто все эти моменты постараемся во всяком случае вот надеемся очень на вопросы они достаточно специфичны безусловно ситуация которая складывается уже полтора года на территории луганской донецкой народных республик приводит к тому что законодательная база проблематично скажем так для граждан поэтому хотелось бы остановиться на определенных вещах те которые касаются собственно нашей деятельности я не являюсь там закона создателем каким-то или юристом для того чтобы проанализировать различных точек законодательства действия законодательной базы на территории которая оказалась вот в такой гуманитарной катастрофе тем не менее для того чтобы оказать помощь все таки мы вынуждены придерживаться определенных порядков определенных процедур для того чтобы эту помощь получить реально значимую помощь получить здесь мы сталкиваемся в общем то с определенными проблемами которые я уже говорил нам пока удается решить при помощи правительства властных органов российской федерации определенную поддержку оказывают структуры различные донецкой луганской народных республик безусловно огромная помощь отдельных наших коллег врачей медицинского персонала различных волонтерских групп и вот тут вот мы подходим к тому что начинают возникать у нас определенные проблемы скажем так с опекунами или непосредственно родители что я имею ввиду но есть определенное непонимание самой сути что такое помощь и что такое ответственность значит хотелось бы остановиться что родительская ответственность то есть по законодательству любой страны по моральным духовным принципам родители в первую очередь несут ответственность за воспитание за воспитание чего и кого за воспитание ребенка как будущего полноценного члена обществ если они берут на себя такую ответственность соответственно и общество должно разделять с ними оказывать какую-то помощь поддержку наверное многие смотрели пресс-конференцию президента российской федерации владимир владимировича путина в которой он в общем то вот эти вот отвечал на вопросы по внутреннему внутренней политики российской федерации и там я лично заметил что на первое место выходит социально значимые вопросы то есть здравоохранение пенсионное обеспечение и в этом отношении то есть государство безусловно государство как представитель всего общества но безусловно рассматривает эти вопросы цели с целью оказания помощи родителям в их прямом деле воспитание развитие ребенка как полноценного члена обществе мы же занимаемся более узкой темой это оказание сугубо медицинской помощи то есть не воспитательный характер и мы сталкиваемся с тем что родители зачастую воспринимают помощь или обязанность общества то есть это общество должно заниматься их ребенком но я скажу что такое наблюдалось в 90-х годах я думаю этот перекос до сих пор сохраняется к сожалению он сохраняется на территории днр лнр которые заявили что жители которых заявили что они вроде против вот такого вот украинского я бы сказал воспитания не все наверное помнят но в 90-х годах шла достаточно жесткая такая полемика о том что кто на кого возложить обязанность по воспитанию детей то есть тогда в 90-х годах после своей распада советского союза стоял вопрос об о том что воспитание что необходимо исключить идеологию и в связи с этим воспитание должны осуществлять исключительно в семье а в школах должны проводить только ну скажем так достаточно профессиональное образование то есть давать детям какие-то знания а все воспитание моральное и духовное должны осуществлять родители ну ребенок находится не в безвоздушном пространстве поэтому этот вопрос философский но воспитание на него влияние на его воспитание оказывает все и улица и друзья и младшее поколение старшее поколение в виде и родителей и бабушек и дедушек и в том числе и школа и спортивные секции различные кружки там где он находится достаточно продолжительное время то есть информация извне поступает и ребенок соответственно получает и анализирует эту информацию я почему остановился на воспитании потому что в общем то это нашло отголоски и в сфере медицины почему-то родители у нас сейчас считают что вот дети если они заболели то это все это обязанность медиков вот мы вам дали больного ребенка вы должны его починить и передать нам абсолютно здоровому если вы этого не делаете то они мне понравился сегодня один из коллег разместил там фейсбуке такой постик вот которая звучит следующим образом то есть это не его выражение чьё-то не помню там сейчас значит его у себя на странице продублировал потому что звучит это так на все медицинские работники бездельники и взяточники до тех пор пока не начинают звучать вы единственные кто может нас спасти вот в общем-то в этом есть правда что пока медики не нужны это очень хорошо это настоящего медика это всегда радует когда он не нужен значит все отлично люди здоровы и его профессия не востребовано это замечательно в общем-то 80 процентов деятельности медика должно быть направлены на то чтобы он никогда не потребовался никому но для этого надо проводить большую профилактическую работу скрытую тяжелую нудную но ее необходимо проводить с большими слоями населения дело в том что вот полный полная ответственность и помощь вот такого вот разделения как бы люди не замечают они считают что мы например считаем что в очень многих случаях у нас к сожалению родители воспитаны таким образом отчасти это и в российской федерации происходит там немножко более люди повернуты как-то здравому смыслу что если мы обратились первое люди к которым обратились они обязаны второе своим обращением они как бы снимают себя ответственность ну вынужден разочаровать что это не совсем так то есть полная ответственность лежит на родителях в первую очередь я специально захватил с собой такую переписку сделали мне распечатку переписки буквально позавчера обратился к нам письменно вернее даже не к нам в москву поступает письмо от одного из местных жителей вот чтобы не быть голословным я его зачитаю естественно я опущу фамилии и диагнозы детей вот но просто это письмо достаточно характерно здравствуйте очень нужна ваша помощь надеюсь не отвернетесь от нас у меня есть сестра у нее девочка имена я опускаю моя племянница она инвалид у нее проблемы с двух лет ей ставят диагнозы ребенок с трех лет принимал гормональные препараты сейчас у ребенка обострение она передвигается с трудом ну дальше идет там работать сестра не может устроиться так как некому будет ухаживать за ребенком а недавно сестру и их малую бросил папа они остались одни может будет возможность помочь моей сестре и племянницы буду очень благодарен спасибо за все что сделали для донбасса и наших деток простите если что не так написал спасибо огромное заранее я связался то есть фактически произошла такая ситуация то есть письмо поступает утром она поступает мне тут же на почту я связываюсь вот так сказать заявителем беседую с ним выясняется что человек в общем то ничего не знает я попросил что объяснил что по законодательству ответственность несет мама но родители ну если там согласно письму действительно папы нет то мы будем беседовать с мамой тем более что телефоны приведены я естественно начал звонить на телефоны мамы но он там был занят не отвечал я попросил что вы свяжитесь сестрой чтобы она или мне перезвонила потому что я ей звонил или вот а в дальнейшем я бы просил ну не забивать почту то есть мы с мамой обязательно свяжемся обязательно переговорим если какие-то проблемы там постараемся помочь вот но чтобы не было испорченного телефона в диагнозе самочувствие ребенка то мы будем контактировать с мамой вот он сказал хорошо да вот я говорю а вот ваше обращение то есть задал вопрос а с чем оно связано то есть в связи с чем то есть если вы хотите вот таким вот образом проявить заботу о ребенке то лучше пойдите и принесите там мандарины если можно при данном заболевании мандарины проконсультируйтесь с врачом там к новому году лучше ребенку мандарины отнесите а вот специфическое лечение обращаться в другую страну чтобы оказала помощь в лечении племянницы ну позвонила мне мама буквально минут через пять после этого разговора то есть мы попрощались решили что так будет лучше позвонила мама мы с ней поговорили она сказала что и медицинская помощь не нужно и об обращении своего родного брата за помощью ей она даже не уведомлена вот я в связи с этим пишу пишу ответ естественно в свою организацию потому что они получили письмо они стараются держать на контроле это все связался по телефонам и с братом заявителем и с мамой ребенок в настоящее время находится на плановом лечении и контроле в рдкб республиканская клиническая детская больница ну дальше там описание того где находился военное время там и прочее я пишу открыто мама ни в чем не нуждается кроме в кавычках потому что мог дословно она сказала мне что может есть какое-то лечение при данном заболевании которое продляет ремиссию ну ремиссию то есть заболевание имеет свойство у ее ребенка там хронические хроническое заболевание то есть есть периоды обострения есть периода ремиссии то есть тогда когда заболевания как бы нет вот и чем дольше период ремиссии тем лучше себя ребенок соответственно чувствует то есть сократить период обострения и продлить ремиссию я сказал что там есть специалисты которые этим вопросом занимаются именно в этой республиканской детской клинической больнице выше у нас пока ничего просто надо соблюдать их рекомендации пишу дальше оставлены телефоны обещала попросить брата без ее ведома не обращаться за помощью ее ребенка считаю вопрос закрытым заявление анкету не просили заполнять то есть мы так как нет повода для обращения к нам ну и в общем то я считал сегодня утром мне приходит письмо письмо опять же же из москвы значит для ознакомления потому что помимо того что человек обратился в общем то определенная группа людей вмешалась по его же заявление значит он по телефону мне этого не сообщил но вот что он написал в москву считаю разговор Андрея Пруцких то есть у меня грубым и агрессивным если не можете помочь вот тот разговор по телефону когда я его попросил не вмешиваться в не свою скажем так сферу ответственности если не можете помочь то грубить не надо писал письмо произвольно в надежде помочь своим родственникам я так понимаю если ты хочешь помочь своим родственникам то есть возьми там лопату в руки или еще что-то и помогай то есть в том в чем ты можешь помочь ответ от Андрея в духе пусть сходит на рынок и чего-нибудь купит чтобы помочь своим родным считаю грубым это то что я сказал про мандарины то есть вы лучше ребенку принесите что-то вкусненькое там в больницу пообщайтесь с ним он считает это грубым если не помогаете как минимум не хмите если считаете что помощь не нужна мир не без добрых людей сами справимся кто же мешал сестра сейчас ребенка воспитывает и лечит сама средства никаких не получает так как сидит с ребенком денег на лечение нет вернее стараемся всей семьей и родней помогать вот это вот разграничение то разграничение сферы ответственность ни одна волонтерская организация не берет на себя функции и это нормально полностью обеспечивать кого бы то ни было чем бы то ни было будь то медикаменты будь еще что оказать то есть помощь как я уже говорил это если мастер крутит гайку и не может дотянуться ключа подать ему ключ это помощь подали ключ и все а дальше мастер должен делать сам в данном случае тоже то есть проживать жизнь за маму за ее ребенка то есть взять их на свое обеспечение нет денег дать денег нет денег на лечение а кто-то просит у него деньги на лечение поэтому я хотел вот как пример просто привел к сожалению таких письм достаточно много то есть свои неоправданные неоправданные надежды люди перекладывают на кого-то другого ну когда-то мы под это попадаем когда-то врачи лечебных заведений под это попадают когда-то социальные работники властные органы всех уровней и всех степеней поэтому я бы хотел прояснить что мы помощь в общем-то оказываем не избирательно нам мы оцениваем только степень тяжести и заболевания и степень возможности оказать полноценную высоко квалифицированную медицинскую помощь если могут ее здесь оказать естественно мы не вмешиваемся если не могут то тогда мы уже стараемся решить этот вопрос организационно привлекая свои силы и средства привлекая силы и средства российской федерации и вот в этом мы видим помощь но еще раз вопрос в том чтобы родители брали на себя ответственность потому что в противном случае надо тогда ставить вопрос если вы не можете в полной мере обеспечить развитие воспитания ребенка по каким-либо причинам я их не анализирует не мой профиль не можете тогда отказывайтесь вот если вы не можете тогда откажитесь официально откажитесь вас лишат родительских прав для этого в каждом государстве существует дома ребенка существуют очереди на усыновление я понял но боюсь что это такая риторика не поможет как бы да я не прошу меня помогать я объясняю так как оно есть на самом деле это понятно вот даже во время пресс-конференции вы помните что встал вопрос об оказании помощи ребенку который пострадал в туле да мама отказалась она сказала ну я вам скажу что там надо кто этим вопросом интересуется ему надо ознакомиться с выступлением павла астахова он кстати выступал вчера вечером на вечере у с владимиром соловьевым есть такая передача вот и он повторил там то есть до пресс-конференции президента российской федерации астахов по телефону связывался во время утренней программы полный контакт с владимиром соловьевым по телефону и он подробно четко и ясно изложил всю эту трагическую историю и по фактажу и по законодательной базе и это держится под контролем и он лично туда выезжал это уполномоченный по правам ребенка при президенте российской федерации он тогда еще сказал что вся ситуация доложна президенту он в курсе этой ситуации так вот на передаче с владимиром соловьевым чтобы не считали наверное тоже нехватка информации значит были озвучены определенные цифры там определенные круги либерал демократов астахов пытались как бы обвинить власти российской федерации в недостаточном контроле за ситуации с детьми и астахов привел цифры по вопросу усыновлений значит детей так вот в россии на сегодняшний момент он привел пятьдесят шесть тысяч детей которые подлежат установке это дети инвалиды то есть те над которыми опеку берут государства и от которых отказались родители в связи с невозможностью то есть это нет к сожалению это не такой редкий случай я и если я что хочу я думаю есть смысл все-таки сменить тему вот усыновление да на на более гуманитарную да то есть вот а вот мы вам дадим а вот я что имею виду вот не подсказывать надо что что усыновлять надо детей давать на установление другим родителям и так далее а под все-таки вот обратно вернуться к ответственности то есть мы же не не для того чтобы лишить родителя родительских прав от того чтобы он ответственность свою прочувствовал все это делаем все это говорим а вот я хотел с вами посоветоваться как раз я почему этот вопрос поднял потому что мы это все в общем-то проговариваем с родителями к сожалению по опыту вот человек пришел да я ему объясняю что ваша степень ответственности вы должны то это сделать вы должны то это сделать банально когда готовим группу то есть человек должен там пройти осмотр определенные для того чтобы попасть в больницу мы говорим что сделайте вот это вот здесь хорошо и он задает всегда только один вопрос он не спрашивает что к сожалению вот мы больше 300 детей вывезли и крайне редко крайне редко наверно там единицы 10 человек не наберется которые бы обсуждали с нами какая медицинская помощь будет оказана их ребенку их интересует все что угодно как они поедут туда как они поедут обратно они то есть родители то есть вот про детей крайне редко вообще идет разговор поэтому вот в в данном случае я почему это письмо привел вы же видите тут как показательно ответ его раз он разговор с собой он считает грубым не тактично это его мнение пожалуйста ладно с этим все понятно давайте давайте сейчас трогать не будем в любом случае и и восприятие меняет в принципе много чего как в одну в любую сторону практически можно вопрос а война здесь 9 лет или 6 или полтора месяца я знаете откуда эти цифры беру из того списка детей которых мы готовим на эвакуацию там есть и девятилетние дети с врожденными пороками сердца и шестилетний а мы не можем их отправить потому что у родителей документы не готовы 9 лет у них не готовы документ с этим пони я не о том говорил я о том что вот само ощущение ответственности она она еще зависит от внутренней силы человека война многих над вам быть все-таки делать как бы людей менее сказать менее ответственными даже за свою жизнь то что за еще чуть-чуть вот я такой вопрос не выше так хорошо а почему тогда у нас общество такое бездуховное ну как бы опыту по опыту скажите вот вот по вашему личному опыту по опыту наших слушателей когда семья или муж муж женой скажем решают завести кошку или собаку они об этом разговаривают но обсуждается эта тема вот какого цвета кошку взять какой породы собаку взят где она будет бывает так а вот это берем все не вот это уберем я я согласен но предварительно обсуждается вопрос смотри какая мимими вот такая санчин домой принесла говорит жена мужу последний раз замечательно принесла они проявляют какую-то заботу или потом вот это вот это все бродячие собаки я думаю кто как понятно по разному но насколько мне известно в городские власти хотя бы есть законодательные органы там стран есть городские власти есть общественные организации которые беспокоятся о правах животных и принимается закон что если ты взял или как избитая фраза антуана де сенте к забери мы в ответе за тех кого приручили меня интересует почему мы к животным так относимся а к людям мы относимся хуже чем к животным то есть я почему аналогию провожу вот когда берут кошку или собаку то обычно обсуждается какой породы как он себя будет вести что мы планируем делать где он будет жить чем мы его будем кормить а когда рождается ребенок который вынашивается 9 месяцев почему очень по-разному в общем то если вы знаете такую проблему она за очень по-разному может быть опять же у тех же наших собратьев меньше то есть кабель увидел сучку и как бы и произошел да это произошло очень по-разному одно есть течка у второй нету течки вот произошло по-разному согласно давайте так вот а вот когда человек который наделен разумом не по нашей с вами воли а наверное по высшей воле то наверное надо этим разумом уметь распоряжаться вот смотрите есть такая такой парадокс называется как же как же он называется то господи чем там что-то про про бомбардировщиков когда во время второй мировой войны значит одному математику английскому предложили решить некую проблему куда на бомбардировщики ставить листы брони чтобы чтобы повысить их живучесть когда они бомбили на гитлеровскую германию и возвращаясь назад проанализируйте повреждения пожалуйста этих бомбардировщиков и скажите нам вот как математик да куда куда что вешать в итоге в итоге она проанализировав эти повреждения допустим увидев что допустим большинство повреждений там были математически в крылья фюзеляж еще куда-то он принял решение бронировать топливный бак какие-то такие вещи в общем где повреждений было меньше потому что потому что с этими повреждениями самолет мог вернуться домой и это учитывалось выборки а те самолеты которые падали условно говоря у которых были пробиты совершенно другие места они выборки не учитывались вот соответственно вот у вас выборка она очень такая особенная вот те люди с которыми вы работаете это ас ну как сказать особенные люди в общем-то потому что ну так скажем многие мужчины да например они считают что они могут решить сто процентов своих проблем самостоятельно без обращения в фонды помощи и таких мужчин очень много я думаю все у нас понял дальше вот соответственно когда а к вам обращаются но определенные определенные слои населения которые еще раз поговорю 50 на 50 мало того современные мужчины днр последнее время идет тенденция что он поедет с ребенком как ухаживающие родители а мама хай остается здесь как же она называется это так вспомню как это называется я так думаю что не совсем я с вами согласен потому что какие цели ставят родители взрослые люди перед собой в своей жизни я какой ответственности тогда идет речь вот такая вот штука систематическая ошибка выжившего называется это ну это ладно это я для себя просто вот в чатике почитайте тоже очень интересная штука так ну это ну я понял в общем на самом деле конечно же проблема определенная есть и мы видим время от времени людей мужчин здоровых которые как бы тот так и просят помощи и причем на какой на каком-то этапе значит они очень очень сильно жалеют что россия помогает только гуманитаркой хотя ну вот даже быть недовольным тем что тебе помогают как бы вот это наверное уже клиника да да тебе помогают тебе помогать недостаточно хотя по идее как бы никто никому ничего не должен я так думаю что клиник клиника начинается с того что человек готов принять помощь то есть вот по роду деятельности я вам скажу что безусловно все люди разные но тоже прочитал это не мое замечание сегодня был пост какой-то женщины которая пишет следующим образом подошла к маршрутке останавливается маршрутка стояла женщина она начинает ее пропускать так говорят проходите она говорит вы же пришли раньше поэтому проходите вы первые она говорит ничего вы первые проходите а я за вами ну в конце концов они сели в маршрутку после женщина пишет после этих слов я поняла что она донецк не покидала а та поняла что я не покидала донецк то есть понимаете адекватное поведение то есть взаимное уважение уважение к самой жизни чужой вот как бы проявилась вот просто в таком вот обычном житейском диалоге что я хочу сказать что нормальные люди помощь даже он он и и сначала рассматриваю насколько ему помощь это необходимо если он самостоятельный нормальный человек он старается свои вопросы абсолютно с вами согласен старается решить их самостоятельно как вы сказали в отношении мужчин я понимаю что ваше отношение так сказать коллегам по полу но это это замечательно когда люди вот так вот стараются и ведут и вот у таких как раз и проблем нет и особой помощи никакой не надо и они адекватно воспринимают то есть если есть эта помощь то она мы сталкивались с теми случаями я вам приведу такой ну вроде бы как простой пример то есть в прошлом году у нас много было людей которые остались без жилья без насильных вещей и вот где-то по осени мы действительно получали с москвы там какие-то вещи то есть отправляли люди собирали там в москве на пятницкой у Глинки Елизаветы Петровны и она переправляла сюда даже вещи потому что людям надо что-то носить естественно они были разных размеров женские мужские там обувь зимние летние приходили люди и вот просто отношение к этому это было все бесплатно пожалуйста выбирайте ну и что подойдет по размеру то есть мы им помогали по размеру примерно вот посмотрите что вам необходимо и вот знаете приходи пришел мужчина значит мы прикинули по размеру там даже рубахи у него не было ну футболка какая-то ну футболка с футболкой проще вы же понимаете то есть мы кинули мы подобрали ему рубаху дали и сказали вот померите пока вот эту вот рубаху мы сейчас посмотрим еще если подойдет значит пока он мерил эту рубаху она ему подошла к счастью значит мы подобрали еще там две или три рубахи тоже такие по размеру ну другие значит и мы ему протягиваем что померите это он сказал зачем ну у вас одна рубаха вы подобрали это хорошо но хотя бы на время стирки вот возьмите еще одну рубаху он сказал нет у меня что есть теперь рубаха лучше отдать это еще же есть люди как у которых ее нету поэтому вот те что вы мне предлагаете пусть они мы еле уговорили вы взять еще одну рубаху с собой просто на смену у человека ничего нет и в это же самое время приходят люди такие же донецкие люди которые тоже никуда не уезжают у которых есть и квартиры и какая-то работа возможно вот и они начинают не просто вещи перебирать они начинают они их не руками брали они их ногами передвигали вот и говорили так это же был то есть а вот они видимо а зачем я тогда пришел за помощью а вдруг вот понимаете вот разные уровни разные уровни и я например считаю что да действительно тот человек самостоятельный может выбирать какую-то свободу может вызывать уважение когда он готов и получить эту свободу и отстоять эту свободу и в том числе защитить своих своих родственников своих детей а когда мы начинаем вот так вот ножкой перебирать вещи то но не только нет желания там и помощи ему ему я никогда помогать уже не буду вот вопрос стоит о помощи его ребенку то тогда я и ставлю что ты тогда не мешай помогать своему ребенку как бы поймите правильно то есть я не призываю там лишать хотя в общем-то мое это философское убеждение если ты чем-то занимаешься надо заниматься достаточно профессионально достаточно умел в том числе и воспитанием детей потому что я тоже член этого общества какого-то вы член этого общества у таких родителей в лучшем случае вы же понимаете в части воспитания вырастут такие же иждивенцы которые будут приносить своих уже детей заболевших и вы лечите мне разного иногда бывает наоборот что уровень не так сказать плохо заботишься ребенка этих родителей бывает наоборот очень самостоятельные дети и наоборот самостоятельные дети которые могут заботиться еще и других соответственно ребенке у них эта функция не пропадает необходимости себе заботиться вот тут бывает такое по-разному очень может быть но на чем еще хотел бы остановиться вот я вам привел письмо письмо это родственник ну то есть как бы вроде как мы считаем по моральным принципам большего человека полномочий в отношении хотя бы данного ребенка чем скажем так у абсолютно посторонних лиц вот я вам должен сказать что 80 процентов людей которые называют себя волонтерами они точно такие же мы услышали что где-то там вы проверьте и вы помогите и вы обязаны а я волонтер я как бы выше вас я не не обсуждаю кто выше кто ниже пожалуйста но не мешайте тогда работать вы сообщили информацию отойдите в сторону пожалуйста без указаний тем более как правило почему то у нас волонтеры не медики ну наверно медики когда они видят проблему они знают как ее решить им проще они знают куда обратиться каким образом обратиться и прочее вот вот в данном случае как раз довольно часто мы обращаемся а люди получают вот по таким сообщениям жалко просто убитого времени мы знаем случай когда из-за того что мы занимались одним ребенком как то вот не смогли встретиться не смогли переговорить не смогли вмешаться вовремя по другим моментам и хотелось бы чтобы хотя бы наши слушатели поняли что если они с какой-то проблемой не справляются мы готовы прийти на помощь но только тогда когда это соответствует действительности а не так снять с себя ответственность и переложить его на другого они прекрасно понимают что просто снять ответственность и ни на кого не перекладывать то тогда вроде он как бы негодяй то есть вот если бы человек же пишет что вернее стараемся всей семьей и родней помогать да вот мы стараемся хорошо вы стараетесь это ваша в общем то обязанность или ваша моральная ответственность а мы здесь причем то есть я тогда не старайся то есть тогда скажи своей сестре что мы больше помогать не можем это честно и прямо но мы постараемся тогда обратиться в какой то фонд который вместо нас будет тебе помогать то есть я ну как бы термином конкретно а при этом происходит так что я вроде как стараюсь а все старание это переложить на кого-то то есть а теперь вы помогаете я постарался то есть вот вся моя помощь я понял андрей вынужден заканчивать единственный вот маленький вопрос если вы знаете скажите пожалуйста как российским гражданам установить удочерить ваших детей белоруссов порядок действий как установление территории россии вообще были ли во первых прецеденты такие установления детей пока данная территория не признана никто ни на вашей территории ни жители ДНР ни ЛНР усыновить их не могут во первых нет этой процедуры есть такое понятие можно установить временную опеку но там ограничение прав опекуна вот это даже не опека а попечительство должен быть закон об усыновлении и вот в этом законе обговаривается вопрос как раз для иностранных граждан для которых российская федерация граждане российской федерации для ДНР как бы мы хотели или не хотели на международном уровне это звучит как иностранный гражданин я как раз хочу предостеречь что вот эти вот попытки без законодательной базы усыновления удочерения на международном термине это называется киднеппинг то есть это похищение детей гражданин какой бы республики не было какими бы благими побуждениями он не пользовался то есть я рекомендую посмотрите пожалуйста хотя бы выступление Павла Астахова у Владимира Соловьева то есть есть процедура определенная в российской федерации она установлена то есть устанавливается через соцзащиту претенденты на усыновление потому что тут присутствует такая такое понятие как тайна усыновления чтобы не травмировать в дальнейшем ребенка который будет считать своих приемных родителями родными родителями это же еще от возраста ребенка зависит понимает существует понятие тайна усыновления и если должно присутствовать отказ родителей официальных биологических родителей от этого ребенка для того чтобы опять же не травмировать ребенка если родители от него не отказались отдали на временное содержание в детские дома такая форма тоже существует значит они могут их забрать на правах родителей в любой момент вот чтобы не допускать конфликта интересов между биологическими и приемными родителями законодательно этот вопрос решается и усыновление в российской федерации происходит только на основании решений суда а не органов опеки и попечительства как в ДНР это происходит ну насколько мне известно пока законодательной базы нет у вас есть Яна Васильевна Чепикова насколько мне известно она вроде как бы курирует вопросы правовой защиты детей есть уполномоченные по правам человека ну насколько я информирован это Дарья Мороз вот то есть эти вопросы по в данном случае потому что во все вопросы усыновления они будут касаться в первую очередь интересов ребенка а далеко не родители поэтому Ну все мы вынуждены заканчивать наш сегодняшний эфир вам спасибо что пришли истории из жизни так скажем они бывают жесткими истории из практики но тем менее они есть и в принципе может быть их озвучивание и к чему-то приведет а может быть и наоборот ну я надеюсь что у нас тут люди умные знаете есть выражение что умный человек только учится на чужих ошибках все остальные исключительно на своих так вот не хотелось бы чтобы все были умные и учились бы на чужих ошибках а не допускали бы свои в качестве личного опыта Андрей Владимирович Курцких у нас был официальный представитель организации доктор Гиза в Донецкой народной республике спасибо уходим на небольшую рекламу и включаемся из студии снова до свидания спасибо 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 Продолжение следует...